Привет фанаты МОЗ и добро пожаловать на очередной выпуск Whiteboard Friday. На этой неделе мы поговорим о том, как вашему маленькому сайту конкурировать с крупными сайтами. Никто не спорит, что крупные сайты на рынке SEO имеют ряд существенных преимуществ, как, например, авторитет домена, количество и разнообразие ссылок на них, заставляющих поисковики ранжировать контент таких сайтов выше, чем контент совершенно новых сайтов, либо маленьких сайтов, которые поисковики не распознают. Надежность. Крупные компании за долгие годы работы приобрели надежную деловую репутацию и за счет рекламы создали положительные ассоциации со своим брендом у покупателей. Следовательно, покупатели склонны больше доверять таким брендам и чаще их покупать. Финансовые ресурсы, недоступные маленьким сайтам. Если сравнить для примера сайт Expedia и сайт rentravel.com, то сразу станет ясно, что Expedia располагает десятками, если не сотнями миллионов долларов, которые команда сайта готова потратить на веб-мастеринг или SEO-оптимизацию. Мне же не на кого рассчитывать, кроме как на собственный карман. Возможность инвестировать средства во что-то, имеющее главный приоритет. Если это что-то не является главным приоритетом, то Expedia, скорее всего, не будет вкладывать в это средство. И именно здесь для вас открывается много преимуществ. Правда, и небольшой сайт имеет свои плюсы. Гибкость. Вы можете сказать, вот направление бизнеса, в которое мы будем инвестировать. Именно оно сейчас для нас приоритетно. А через неделю вы можете передумать и решить, что у вас другие приоритеты. Вы хотите изменить курс бизнеса и продвигать другие продукты. Для этого вам не нужно согласовывать все действия с менеджером или командой или руководством. Вам не нужно проходить три этапа обсуждений, чтобы получить одобрение вашего плана. Вы можете действовать очень быстро. Маленькие команды, в отличие от более крупных команд, способны добиваться огромных результатов в кратчайшие сроки. Креативность. Если у вас есть своя идея, вы можете спокойно притворить ее в жизнь. Если же новая идея родится у сотрудника Expedia, ему придется пройти долгий путь согласования, прежде чем ее реализовать. При этом ему нельзя будет забывать и про свою основную работу, которую за него никто не сделает. Фокус внимания. Как владелец маленькой фирмы, вы можете направить все усилия по веб-маркетингу в одно определенное русло. Так, если вы считаете, что ваш главный потенциал успеха — это SEO-оптимизация, то вы можете проигнорировать все остальные каналы веб-маркетинга, на несколько недель забыть о ретаргетинге и о PPS-аккаунтах и просто сосредоточиться на SEO. В Expedia менеджер по маркетингу ответственен за огромный список различных задач, которые он обязан выполнить, и он не может просто их проигнорировать, чтобы сосредоточиться на чем-то новом. Ниша Ванья. Expedia зарекомендовал свой бренд в сфере туризма, а именно бронирование отелей, рейсов и так далее. Вы можете выбрать для своего бизнеса какую-нибудь, пусть маленькую, но определенную нишу и сказать «Мы сосредоточим наши усилия исключительно на данной нише», и мы станем в ней авторитетом. Это даст вам массу преимуществ, о которых мы поговорим дальше. Аутентичность. Зачастую крупные бренды вызывают у покупателей ассоциации, характерные для крупных брендов. Но небольшой бренд также может вызывать очень позитивные ассоциации у небольшой аудитории. При этом вам не обязательно стремиться как можно более монетизировать ваш бренд, как это обычно делают крупные бренды. Вы можете сосредоточиться на том, чтобы сделать ваш бренд привлекательным в вашей определенной нише. Если со временем вам все же удастся монетизировать ваш бренд, то вы создадите хороший бизнес. Маленький, но хороший. Итак, вот пять способов, чтобы успешно конкурировать с крупными компаниями. Первое. Продвигайтесь по тем ключевым словам, по которым успешные сайты не хотят, не могут или до сих пор не попытались продвигаться. В мире SEO-оптимизации наверняка есть такие ключевые слова, по которым крупный бренд, типа Expedia, не захочет или же не сможет продвигаться, поскольку данные ключевые слова приносят мало прибыли или же связаны с правовыми или пиар вопросами. Например, ключевые слова с длинным хвостом. Так, наверняка, Expedia продвигается по таким ключевым словам, как «путеводитель по Стамбулу», но при этом явно не будет таргетировать по ключевой фразе типа «лучшие магазины на Стамбульском Великом Базаре». Кстати, я недавно искал там хорошие магазины и не нашел ничего конкретного. Так что если кто-то хочет составить список таких магазинов, то будет здорово, потому что на Великом Базаре очень трудно найти то, что ищешь. Ключевые слова для сравнения. Так, команда Expedia не станет упоминать у себя на сайте название брендов своих конкурентов, и уж, конечно же, они не будут сравнивать себя с другим брендом. Иными словами, вы никогда не встретите у них на сайте страницу, сравнивающую их авиабилеты с авиабилетами, например, на сервисе Вэнер. Однако вы вполне можете создать на своем сайте такого рода страницу и сопоставить ваши продукты и услуги с конкурентами. В этом и заключается преимущество маленького сайта перед крупными сайтами. Оценочные ключевые слова. Expedia имеет очень хорошие деловые отношения с множеством различных отраслей. Следовательно, не в их интересах оценивать отели в определенной местности по шкале от 1 до 10 или от 1 до 100. У маленького сайта нет таких ограничений, так что вы можете использовать ключевые слова, по которым ваши более крупные конкуренты предпочтут не продвигаться. И за счет этого также получить ряд преимуществ. Второе. Нацельтесь на то, чтобы завоевать авторитет вашего бренда и создать позитивные ассоциации с вашим брендом в определенной нише. Как я уже говорил, Expedia ориентируется на путешествия, но сайт Rands Travels может сконцентрироваться на туристических маршрутах в определенных городах или же на туристических направлениях, которым уделяется недостаточно внимания на Expedia. Третье. Используйте непрямой или сложный для монетизации контент. Expedia в основном стремится не просто использовать ключевые слова, привлекающие трафик, но и контент, стимулирующий людей совершать покупки на их сайте. Поэтому Expedia повышает свою конверсию именно за счет контента. Однако вы можете сказать, мне не важно, как скоро произойдет конверсия посетителя моего сайта в покупателя, я хочу построить доверительные отношения с моим клиентом. Я хочу завоевать авторитет своей ниши. Следовательно, я могу использовать контент, который не заинтересует Expedia. Таким контентом может быть информация об отелях, авиабилетах, машинах и городах. Или вы можете рекомендовать веб-ресурсы для путешествий или образования, делиться новостями, давать полезные советы и так далее. Четвертое. Углубитесь в вашу тему и сделайте ваш контент более ценным, чем у ваших крупных конкурентов. Инвестируйте гораздо больше сил и средств в создание одного единственного элемента контента, чем это могла бы себе позволить Expedia или другой крупный бренд. Иными словами, возьмите вашу маленькую нишу и скажите себе, это ключевое слово или набор ключей мне крайне важен. Я хочу создать в 10 раз больше контента по этой теме и собираюсь вложить в создание этого контента в 10 раз больше усилий, энергии и ресурсов, чем мой крупный конкурент. Если мой конкурент всего лишь двухзвездочный ресурс, то я стану пятизвездочным ресурсом. Пятое. Стройте прямые отношения с клиентами. Крупные компании никогда не будут этого делать. Помимо создания более качественного контента, вы также можете построить прямые, более близкие отношения с вашими клиентами. Например, Expedia обычно выстраивает отношения с клиентами через свою пиар-команду. У нее есть для этого специальные сотрудники. Но вы можете обратиться к клиентам напрямую. Вы можете сказать, Ренс Тревелс, это ведь я сам. Так что пока я буду в Стамбуле, я познакомлюсь там с разными людьми, а затем буду общаться с ними в социальных сетях, переписываться, оставлять комментарии в блогах. И это усилит аутентичность моего бренда и привлечет клиентов из моей ниши. Такой личностный подход также является большим преимуществом. Он поможет расширить охват вашего контента и повысить видимость вашего сайта по ключевым запросам. Ваши конкуренты не могут себе этого позволить, просто потому что это не соответствует масштабу их деятельности. Когда ты являешься крупным сайтом, ты не можешь использовать тот же подход, что и маленький сайт. В этом как раз и заключается ваш огромный плюс. Я жду ваших комментариев о том, как вам удается конкурировать с крупными сайтами. До встречи на следующей неделе на очередном выпуске Whiteboard Friday. Всего хорошего. Материал переведен и озвучен лабораторией интернет-маркетинга cpool.com Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...